Смотри, брат, быстро езда на машине. Вот, кстати, касается Махачкова, там я задался этим вопросом, в Дагестане. Очень неадекватно себя ведут на дорогах, люди очень быстро ездят, очень быстро. Барак Аллах фиг. И вот я подумал, он не переживает за свою жизнь, да, вот так быстро едет, вот так он активно, там, а, у, выскочил туда. Там, знаешь, две полосы, как бы, одна в одну сторону, одна в другую, как бы, и там, когда на обгон выезжаешь, очень опасные, вот, очень опасные выезды делают люди. И в один момент я подумал, ну, ты за себя не переживаешь, да, а я, субханал, я со своей семьей еду, я, мой ребенок сидит там, моя супруга, может, мама быть со мной, да, отец. Ты вот так выезжаешь и подвергаешь угрозе меня, да, мою жизнь, моей семье, моей семьи, вот как, вот, если, давай так поставим вопрос, если человек очень быстро едет, очень быстро. Но, так, кто его жизнь под угрозой? Вот как, кого ему повезло? В свое время, когда, вот, ограничителено, я помню, учился, в Сурдии 120, максимальная скорость была 120 по трассе, ученые говорили, кто больше дал газу и разбился, тот самоубийца. Такая фетва была. Самоубийца. Самоубийца? Такая фетва была у некоторых. Поэтому, субханаллах, мы должны быть... Хорошо, самоубийца, а если он стукнул в другую машину, как бы... Если он нарушил правила, вот даже сейчас, нарушил правила, тем самым сбил человека и так далее, то это возвращается, если он умеренно, намеренно это сделал, то там рассматривается вопрос, то, что его, о казни его даже. Если он, например, это случайно, поэтому сделал, по ошибке и так далее, то он долгие, то есть там заплатить 100 верблюдов. Ну, это вопрос, понимаешь, на шариатский суд и так далее. Но... Он выезжает навстречу, Асхат, выезжает навстречу и очень опасный, делает очень опасный обгон, до конца держит машину на обгоне, в последний момент уходит. Но он же понимает в этот момент, что он подвергает опасности. В любом случае нельзя делать с точки зрения шариата, это запрещено, это харам. Это харам, это запретно делать, харам, запрещено. Потому что ты, субханаллах, подвергаешься опасности себя и других и так далее. Ты, субханаллах, но если ты такой весь, что хочешь делать, свободный, ты постигаешь на свободу других людей. Поэтому ты должен быть в этом вопросе, ты как бы... Есть законы, есть там скорость, сколько максимальный и так далее. Это же все сделано для безопасности, а тот, кто нарушает безопасность, он грешник. То есть мусульманин ни в коем случае не должен нарушать покой и безопасность других людей. Поэтому... Ну вот если он сбил, допустим, при своем вот этом состоянии, при том, что он не соблюдал вот эту безопасность и так активно ехал, опасно так выезжал на обгоны, там, и вот он стукнул в машину и умерло там трое-пять человек. Это вопрос, поднимаешься в суд, и даже сейчас, например, сурдей поднимается в Шаляцкий суд и рассматривается уже, что с этим человеком делать. А какой вот скорость, что с ним будет случаться, я бы лучше знал. Просто мне интересно, если он как вот при такой скорости большой, если он едет, и он как самоубийца, да? И если он при такой большой скорости убивает кого-то, я вот хочу понять. И является ли убийцей, да, ты имеешь в виду? Он не как убийца. Аллаху Алим, опять же, это фетва ученых, но если он, например, знал, что в этом есть опасность и так далее, и он как-то нарушил это, то Аллаху Алим даже может считаться перед Аллахом, Субхану Алим, как убийцей. Поэтому Аллаху Алим, это дела... Поэтому будьте аккуратны, братья, будьте аккуратны, братья. Как бы мы рабы Аллаха, Субхану Алим, Аллах сам решит. Но опять же, он должен понимать, что это очень серьезный, как бы, это грех перед Аллахом, Субхану Алим, это харам. Это нельзя как бы нарушать эти вопросы, то есть вот так у себя вести. И фетва есть такие, да, которые говорят, что он, если он сделал что-то, может быть, как... Зная, что тут опасность, что здесь люди переходят, участок такой, и он сбивает по своей неосторожности и так далее, Аллаху Алим может, он даже записан как убийца перед Сибиром, Аллах лучше знает. Но если... То есть больше 120 километров ехал и стал с том убийцей, то параллельно выкладывается, то есть формулирует, да, то, что он может быть сказанным, Аллаху Алим, но в том, что это грех, это грех, это явно, очевидно, и в этом нету сомнений.